Я хочу еще один шкаф сюда. Для чего? Ну, чтобы постельно белье складывать, потому что там ненормально, я так думаю. Я хочу шкаф какой-нибудь нормальный, вот, большой, вот туда постельно белье, эти рубашки вешать, джинсы. Да, у тебя много одежды будет, я так поняла, да? Сергея Корнилова, наверное, можно считать везучим, если такое понятие может быть применимо к ребенку-сироте. Ему не пришлось ждать собственное жилье много лет. С этого года он стал обладателем квартиры, оставшейся от родителей. Жилье, конечно, требовало ремонта. Помочь новоселу вызвались сотрудники и жильцы социальной гостиницы Самарской службы семьи. На этом рассказ о приятном можно и закончить. Все, что было до, довольно безрадостно. На все, что будет после, надежды пока слабые. Школу-интернат Сергей закончил с диагнозом «умственная отсталость». Такая формулировка нередко меняет обычное сиротское ЗПР. Сергей выбрал профессию каменщика, но в 11-м училище распорядились по-другому. Было мало народа, нас распорядили, нас даже не спрашивали. По какой профессии ты хочешь приступить. Нас сразу распределили после линейки. Каменщик или переплетчик – какая разница, решило руководство училища. Но у Сергея с этой профессией не сложилось. Начал прогуливать, дерзить, его благополучно отчислили. Если бы не органы опеки, так и скитался бы без квартиры и профессии. Сложно, если честно, с квартирой. Тяжеловато. А что ты имеешь в виду? Что тяжеловато? Ну, как можно сказать, с документами, банк, насчет квартиры. Трудно чуть-чуть для меня. Сотрудники социальной гостиницы помогли Сергею с регистрацией, постановкой на учет в военкомате. А сейчас учат элементарным навыкам жизни в обществе. Если он был до 18 лет, все время в госучреждениях, естественно, как бы, ну, теряются они. И мы стараемся, конечно, трудные вопросы коммунальные платежи, вот как бы, и оформление пенсии, и военкомат. Ну, по мере возможности мы не бросаем, и все, кто к нам обращается, конечно, стараемся помочь. Бери шпатель и давай вот учись тоже. Вот так вот, вычищаем, вот вперед. Вот, вот, шпательный, подгорицей, давай, чтобы этот город будет припомогать. Надо ли помогать выпускникам детских домов? Ведь они уже взрослые? Есть в обществе и такое мнение. На первый взгляд, да, они должны иметь такие же обязанности, как и все мы. Учиться зарабатывать на жизнь, строить семью и содержать ее. Почему им, взрослым и здоровым, нужно помогать? Да, у этих ребят полный набор прав и обязанностей. Но, к сожалению, совсем не такой, как хотелось бы всем, набор возможностей. Нет чего-то, что окружающие от них ожидают, что должно быть как данность. А дать-то было некому. Вот и тыкаются, как слепые котята. Тот же самый паспортный стол. Как у Сергея оказалось, что нет штампа регистрации в паспорте, хотя за ним есть закрепленное жилье, и он здесь зарегистрирован. Он не знает, куда пойти, в какой район, опять же. То есть мы его сопровождали в промышленный паспортный стол. И вот у нас по кабинетам, с одного кабинета в другой. Не хватает терпения, вот этой выдержки, что нужно постоять в очереди, отстоять в ту очередь. Вот, в этом сложности. То есть он как бы не считает, что вот я пришел, вот я пришел, здравствуйте, дайте мне. Мы ездили, ему покупали в квартиру диван, стиральную машинку. И сейчас как бы он приезжает, он говорит, что таких продуктов у него закончились, какие нужно ему купить. Мы пишем список и идем вместе в магазин, уже по этому списку покупаем. Вон, синтетика, сюда ставишь на 60, можно просто на экспресс 30 минут. Потом полоскание, потом отжимы и это. То есть кладешь белье, выбираешь программу? Да, порошок сюда, ополаскиватель, ну все как нужно. Для своего страшного диагноза Сергей все-таки обучаем. Напрашивается два вопроса. Почему не обучали раньше и справедливо ли заключение об умственных способностях парня? Если первый раз он хватал все подряд в магазин, когда мы с ним ходили, то сейчас он уже понимает, что и один раз мы ему просто дали деньги, и он пошел сам. И после этого, буквально через два дня, он говорит, у меня закончились продукты. Всех знакомых женщин, независимо от возраста, Сергей называет мамой. В этом мире он никогда никому не был нужен. К счастью, после выпуска из другой жизни его встретили люди, которые помогут встать на ноги и не попасть в беду. Только на всех их не хватит. Так нужно ли помогать выпускникам? Да. Иначе чего стоят те силы, деньги и время, которые государство тратит на маленьких и больших детишек в детском доме? Нельзя, чтобы жестокая действительность, неприязнь, с которой их встречает мир за оградой, погасила в бывшем малыше то хорошее, что все-таки пытались в нем заложить. Снимай, 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 колечко. Ой, какая молодец! Это какого цвета у нас колечко? Зеленое, да, Дианочка? Маленькая Диана обожает занятия с любым строительным материалом – конструктором, кубиками, пирамидками. Но чем бы девочка ни занималась, она все время на чеку, как будто ждет какой-то опасности. Подобно улитке, она сразу же прячется в свою раковину. На индивидуальных занятиях она чувствует себя комфортно, так, вольготно, то есть она любит контактировать со взрослым, сотрудничает с ним. Но когда она находится в группе детей, здесь она уже так более скованно себя немножечко ведет, то есть немножко ее тревожит присутствие других детей в группе. Давай, 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 вот, молодец! Куда садись, Диана? Садись! Садись! Вот так вот, разговаривайся! Малышка добросовестно отвечает на вопросы. Как называется игрушка? Как разговаривают звери? Но сама она пока не торопится начинать активно говорить. Возможно, процесс тормозит все то же тревожное состояние ребенка. Нет у нее доверия к миру. Многое зависит от того, понравился ли ему взрослый, смог ли он найти контакт какой-то к ней или нет. Но здесь могу сказать, что спасает игра, спасает деятельность. То есть если, так сказать, не акцентируем мы внимание на ее эмоциях, то здесь от взрослого много зависит, как он сможет подавить, так сказать, в себе тоже немножечко первое впечатление. То есть если в игру включаем, переключаем на игрушки, с которыми она любит играть, это пирамидка, вкладыши, различные вот кубики, строительный материал, тоже ей нравится с этим играть. Очень любит играть с куклами. То есть если мы ее переключаем на игру, то она забывает о своей вот этой тревожности. Поехали! Специалисты говорят, что в настороженности Дианы нет ничего необратимого. Это ведь страшно быть беспомощным и нежеланным с первых дней жизни. Как правило, такое состояние у ребенка проходит к трем годам. Тем более, что в развитии она от своих сверстников нисколько не отстает. У девочки сформированы все необходимые возрасту навыки. Какой домик красивый. А это вот шапочка, да, Диана? Мы еще как с большим детком думаем. Шапка! Ку-ку! Диана, ку-ку! И я себе надену шапку. Как это ни странно, но Диана любит контактировать с людьми такими активными, эмоциональными, которых, может быть, вот этих эмоций ей как раз и не хватает. И она как-то, вот воспитатели эмоциональные, они ее как-то заражают вот этим позитивом, своими эмоциями. И она забывает о своей тревоге и спокойно вот с ними играет. То есть я думаю, что вот мама для нее идеальная была бы такая, более такая эмоциональная, с положительными эмоциями, с положительным взглядом на жизнь. Свою потребность в близких людях Дианочка проявляет по-своему. Отсутствие привязанности к конкретному взрослому дезориентирует ребенка, заставляет чувствовать свою уязвимость. Девочка непременно раскроется и оттает в позитивной любящей семье. Субтитры создавал DimaTorzok